И рысь такая, шух, и туда. Я такая думаю, что, боже мой, произошло? То есть, сейчас обновят вот это вот все, что мы проходили. Не знаю, видно ли меня тут. О, вы слышите, коленки хрустят. Кстати, вот не помню, насколько говорила ли я, но, ребят, у меня для вас есть грустная новость. Привет, крошки! Ну что, как вы знаете, Йоша у нас путешествует. Мы с Ульяной пытались выяснить, где же он находится, но пока что у нас ничего не получилось. Но, если вы угадаете, то пишите ему в комментарии, и я думаю, он раскроет секрет. А как еще мы недавно узнали, Лана, оказывается, тоже путешествует. А Ульяна уже ушла спать, поэтому я записываю одна. Знаете, я долго думала, что же записать, и у меня пришла идея. Я давно-давно хотела эту игру пройти, которая называется 99% не пройдут. Я, в принципе, надеюсь на то, что у меня получится это сделать. И, знаете, у меня тут для вас очень интересная история намечается. Так что будем греться. Сейчас узнаете почему. А еще, пока я... Ой, я не хотела. Пока я готовилась к записи, у меня просто отвалилась мышка. Я не знаю, ну вот она, короче, вот. Вот она, но она не работает. Вот. Не знаю почему, она просто не подключается. Все, что могла, делала. Поэтому вот как-то... Подождите. А, все нормально, я смотрела. Там ребята что-то вроде прыгали. Вот. Поэтому я сегодня с тачпада. Мне кажется, сюда. Уууу, ребят. Да я... Ого. Мне кажется, надо просто записывать. Ооо, капец, вот это мне везет. Так, мне кажется, прямо. А что значит саботаж? Простите. А, а что это? Я сейчас девочку убила. Я не очень поняла, что произошло. Ну да ладно. Короче, я прихожу в эту комнату. Как вы знаете, у меня моя комната вон там. А это, знаете, такая рабочая. Я открываю дверь такая. И останавливаюсь в ступоре. Просто я заходила в эту комнату. Наверное, часа за... Шесть. Часов за шесть, наверное, до записи. Я открыла здесь окно. Два окна. Два окна. И я забыла их закрыть. Здесь было очень жарко. Вот. И я просто понимаю, что в комнате даже холоднее, чем на улице. То есть... Я стою и понимаю, господи, мне нужно сейчас записывать. А как это делать? Не очень представляется мне вообще возможным. Слушайте, у нас тут ребята так хорошо пошли. Я пока буду рассказывать, и мы будем идти. Надеюсь, у меня все получится. Капец, там чел просто знает, куда идти. На этом я захожу в комнату и понимаю, что мне реально очень холодно. И вот я сейчас держу руки на клавиатуре, хотел сказать, на ноутбуке. А он реально очень холодный. Мне просто невыносимо. Просто, ну, как вы видите, я в теплой одежде сейчас. И мне даже не сейчас холодно. А мы с вами пришли в обе, потому что нужно греться. Вот. И я, короче, не знаю, тут настолько жутко холодно, что я, наверное, сейчас буду просто приседать. Если, честно говоря, эти ребята не уйдут. Потому что у меня, честно говоря, уже левая рука замерзла. Вот. И я, короче, захожу такая в комнату и понимаю, что тут капец просто происходит. А тем временем у меня немножко начало тагадыкать рысью. Уже поздно. И я решила все-таки, ну, чтобы она не шумела, отнести ее в эту комнату. И что вы думаете? Я, короче, беру ее, отношусь сюда, пока готовилась, естественно, к тому, что буду сейчас одевать, там, камеру ставить и все прочее. Я открываю дверь в эту комнату. Открываю, ну, там осталась открытая, естественно, дверь в ту комнату. И рысь такая, шух, и туда. Я такая думаю, что, боже мой, произошло? Она обычно, ну, идет дальше, со второго этажа спускаться на лестницу и так далее. Ей интересно посмотреть, что там дальше происходит, потому что там не бывало, она бывала только в этой комнате и той. Ну, и в итоге она, короче, сразу прямиком домой. Она просто, видимо, поняла, что тут реально очень-очень-очень холодно. И, короче, ей очень, видимо, стало реально холодно. Она набесилась, охладилась и побежала домой. Вот, короче, ребята, у меня вот такие вот сегодня для вас истории интересные. Сейчас еще, наверное, что-то дорасскажу. А у нас, смотрите, остановились группками и, о боже мой, ребят, мы больше половины с вами прошли, пока я болтала. Господи, как на тачпаде приблизить? Это какой-то ад просто. Так, мне непонятно, что делает саботаж. Что вообще такое саботаж тут, именно тут? Ну, давайте нажмем. Ничего не произошло. Видимо, потому что у меня осталось ноль, а, возможно, там что-то было. И я себе, правда, убила эту девочку, извиняюсь, безумно. И просто не знала, что я думала, может, это что-то там следите, но я не хотела, короче. Я, честно говоря, не буду так сильно сегодня крутить камеру, потому что вы сами знаете, что у меня мышки нету. Это мне не очень комфортно. Вот. А тем временем, пока у нас никто не идет, я, наверное, сделаю зарядку, потому что я реально очень замерзла. Я пойду поприседаю. Так. Мы прыгаем и приседаем одновременно. Не знаю, видно ли меня тут. О, вы слышите, коленки хрустят. Короче, занимаемся с вами спортом. Вот. Я думаю, достаточно, потому что я должна сейчас согреться. Мне реально настолько холодно, что я даже возьму, сейчас тапки надену. Ульянина, кстати, вот. Сейчас. Вот Джейк. Вот. Так что у меня двойные теплые носки. Я даже задумалась о том, что, может быть, мне пойти и надеть шарф какой-то, а, возможно, даже перчатки. Но тачпад тогда бы не работал. Ну вот, короче, заморозила я себя и комнату. Знаете, у меня даже мысль была, вот, мелькала так немножечко. Ох. Серьезно? Он знает, куда идти? Не, ну вы видели, вы видели? Капец. Тут просто по диагонали получается. Жесть. Кто-то там прошел путь и выиграл джекпот. Что? Обновление клеток? То есть сейчас обновят вот это вот все, что мы проходили? О, боже мой. А, то есть дальше никто не знает, что там будет. Ну, а, вот, смотрите. Что, 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 что? Боже, я не умею так быстро вертеть. Вот, смотрите, мы прошли больше половины. Да, вот мы тут все стоим. И никто дальше идти не хочет. Я, честно говоря, ну вот сначала, когда зашла в эту игру, я подумала, что мне нужен блокнотик. И мне нужно записывать, где правильные шаги. Но, как вы видите, тут ребята проходят и стекло обновляется. Поэтому никто не знает, какое будет дальше. И это реально неприятно, честно говоря. Вообще, какой шанс дойти до конца? Я вот просто не представляю. Ребята, кто-нибудь пойдет дальше? Потому что я не очень хочу падать. Ну, это реально уже далеко мы зашли. О, тут кто-то просто прыгнул вперед и ему повезло. Тем временем, ребята, извините, я делаю зарядку. Потому что мне... Я понимаю рысю, которая обычно шла гулять куда-то, не знаю, в какие-то другие комнаты. Но сейчас она пошла сразу в ту комнату, видимо, спать. Отдыхать и греться. О, ребят. Вы бы знали, как мне хочется сейчас попрыгать. Но, в принципе, давайте попробуем. Давайте попробуем. Мы еще не видели, как тут происходит смерть. Поэтому, поэтому, поэтому. Как вы думаете, по диагонали или прямо? Вот, смотрите, показывают по диагонали. Так. Ребят, он был прав. Так, но мне кажется, сейчас дальше опять будет по диагонали. Поэтому чувствую, что я помру. Но я прыгаю. Да! Эх, ребят. Что? Что? А сколько? Тридцать два. Ну, давайте отдадим, потому что я была, в принципе, далековато. Так, надо было прямо. Все правильно. Ну, и смотрите, там совсем недалеко осталось. То есть, я не знаю, я не буду столько робуксов тратить, честно говоря. Но я смотрю, тут парень, который умеет у нас проходить очень много. Вот он в капюшоне. Какой-то подозрительный чел. Он, видимо, уже много играл в эту игру. И, ребят, сразу извиняюсь за то, что у меня, наверное, не очень слышно хорошо голос. Потому что я в маске, которая самая теплая у меня. Короче, я не знаю. Ну, это жесть просто. Извините, но я реально замерзла. Я не знаю. После этого видео, а уже на минутку два часа ночи. Сегодняшнего дня. То есть, сегодня выходит. Ну, вот оно вышло уже видео. А сейчас именно два часа ночи я это все записываю. Вот. Поэтому сразу же, наверное, после этого видео я пойду, лягу под тепленькое одеяльце. Попробую согреться. Так, а что у нас девочка делает? Простите, я не очень понимаю. Так, ладно, ребят. Мне кажется, надо всех спасать. Ну, давайте. Я серьезно. Это только что я хотела сделать. Так, сейчас точно будет по диагонали. Интересно, он угадает или я раньше прыгну? Нет. Ребят, ребят, ребят. Я даже не знаю. Я не успела. Все. Так, хорошо. Запоминаем. Право, право, лево, право. Лево. Лево. Кто записывает там? Так, смотрите. Тут чел, кажется, запоминал. Чего? Он прыгнул сюда? Оттуда? Так, ну ладно. Давайте. Ладно. Я... А-а-а! Я хотела пойти дальше по диагонали. Не-не-не, не будем возрождаться. Ой, капец. Слушайте, ну... Знаете, довольно быстро, кстати, проходится. Мне казалось, что это будет намного дольше. Кстати, вот не помню, насколько говорила ли я, но, ребят, у меня для вас есть грустная новость. Короче, я вчера, ну, по сути, еще сегодня, но уже, уже после полуночи, получается, вот, я, короче, посмотрела на Рысио, а у нее, короче, был левый глазик до этого, ну, такой больной, получается. А теперь у нее, короче, заболел правый... Ну, как заболел? Там все то же самое, та же самая зараза. Я ее свозила уже сегодня к ветеринару, и, короче, она мне сказала просто то, что... Ну, я делала и недавно вакцину, вот, от бешенства, и еще какую-то, там, при рождении делать я, честно говоря, не вдавалась в подробности, вот. Ну, и получается, что мне сказали, что это из-за того, что, там, подорвался иммунитет, возможно, и, короче, вот такая вот фигня, она продолжается, да, и, в принципе, у котята они подвержены, тем более, это такая порода, что именно, вот, у нее... Мордочка такая немножко приплюснутая, вот, и поэтому у нее глазки слезятся постоянно, и ей их надо промывать, вот. Дается она неохотно, потому что она на руках сидеть не очень любит, вот, так что сразу хочу сказать все, что у меня будет теперь в ТикТоке видео, вот, наверное... Ну, знаете, в прошлый раз она у меня выздоравливала неделю, где-то так, потому что, вот, ну, где-то на... Какой, получается, на восьмой день ей уже стало прям резко легче, и, кстати, вот сейчас прям резко стало хуже, то есть, утром все было нормально, после обеда стало вот прям, ну, он стал слезиться, стал красный, естественно, начал появляться гной немножечко, выделения всякие, вот, из глаза. Вы не волнуйтесь, это все нормально, абсолютно, я ее лечу, то есть, все хорошо, она, конечно, не дается, ну, вам, наверное, не видно, но она мне тут немножко руку поцарапала, вот, потому что врывалась, ну, а кто любит лечиться? Никто. Вот, так что в ТикТоке то, что я выкладываю с сегодняшнего дня, будет именно старое, что снималось до этого, так что, вот, не огорчайтесь, она скоро выздоровеет, все будет хорошо, будут новые видео, вот. Вот, и, кстати, хотела сказать, что ей через два дня, четыре месяца, и, слушайте, я, наверное, как-то неправильно прохожу эту игру, потому что нужно прям идти напролом, наверное, а я стою и жду, и вам тут рассказываю. Давайте вот сюда, что ли? У-ху-ху, вот это мне повезло. О, боже, там один чел остался, какой кошмар. Ребят, давайте прыгайте, пожалуйста. Так, тем временем к нам пришло еще несколько ребят, я не знаю, как они дошли вообще, вот, с самого начала, там буквально парочку дошло. Ой, мне подсказывают, что по диагонали, но я боюсь, я боюсь прыгать, потому что хочется уже дойти, смотрите, там ребята просто стоят в конце буквально. Их там немного, и они потихонечку-потихонечку продвигаются. Вот, я же говорила, что не по диагонали. Короче, сначала я говорила, что по диагонали, а теперь нет, да. Давайте, может, дойдем? Пожалуйста, пожалуйста, ну давайте, кто-нибудь прыгните. Я честно уже прыгнула и проверила, я потратила 32 робукса, так что я считаю, что по диагонали. Да, ребят, вы куда прыгаете? Ну сказано же было, уже видно же, что мы тут стоим. Ох, блин. Знаете, я, кстати, начинаю потихоньку согреваться, и это даже немножко внезапно, потому что я представляла себе, что я тут буду приседать, отжиматься, там прыгать, бегать вокруг стола, наматывать круги, и все в этом роде. Вот, но, в принципе, у меня же руки теплые, ноги, кстати, тоже теплые, потому что Джеки греют. Джеки, супер. Вот. Ну, а нам еще чуть меньше половины пути. Ребята, к нам подкрадываются вообще толпа народу, и сейчас я чувствую, что мы пойдем дальше, потому что мы тут стоим уже, ну, достаточно давно. Так, давайте, погнали. Все еще стоят. О, кстати, ребят, я придумала, что вам еще рассказать, пока мы тут стоим. Короче, мне сегодня привезли крутейших стеклянных сомиков, о которых я мечтала, помните, я вам рассказывала про них. Вот, и, короче, я все-таки решилась их взять. Они, оказывается, есть не только морские, но и... О, а я так и думала. Вот, ну и пресноводные. Они такие, достаточно большие, но один приехал маленький, его пришлось посадить в отсадник к креветкам. Да, креветок я еще взяла, потому что я не знаю, насколько они там вообще живы или нет. Поэтому мне пришлось покупать новых. Вот, и, короче, они у меня сидят пока что подсадники и, короче, ребят, гурами, которые такие, ну, не сказать, что они злые рыбки. Они поплыли и начали просто кусать креветок за лапки. Там, короче, получается, идут, ну, такая сечная, ну, клетка получается у них пластиковая, вот, где они сидят, чтобы их никто не поел. А они сидят, короче, вот так лапками обнимают этот прутик. И, короче, их лапки, естественно, торчат и их, короче, кусают за эти лапки. Совершенно недружелюбные какие-то рыбы. Вот, так что я надеюсь, у меня когда-нибудь вырастут креветки. И не знаю, почему, вот, вы понимаете вообще, насколько я до этого не любила креветок и что происходит сейчас? Я такая, креветочки, господи, боже мой, живите, пожалуйста, пожалуйста. Вот, буквально, не знаю, там, месяц назад, да или даже пару дней назад. Ну, не пару дней назад, конечно, пару недель назад, наверное. Скажи мне кто-то, Ева, ты будешь любить креветок? Я такая, что? Чего? Нет, 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 такого точно не будет. Не-не-не, ни за что. Ну, знаете, мне кажется, мое сердечко просто растопилось после того момента, когда бедную креветку начали кушать. И я видела, как она погибает у меня на глазах. И это было очень обидно. Я даже, честно говоря, с очком пыталась догнать рыбу, но уже было поздно. Вот, но съела ее, конечно, другая рыба. Так что, честно говоря, у меня было желание выкинуть обеих из аквариума. Вот, но там маленькая такая хорошенькая синенькая креветочка была, что мне прям, ну, очень грустно было. Вот, такие вот дела. А тем временем у нас никто не собирается идти дальше. Ребят, ну чего же так? Спасибо. Да вы чего? Серьезно? Почему опять туда прыгают? Ну, видно же, что там уже, ну, нет смысла туда идти. Капец, ребята, гляньте. Тут просто жесть. Раз, два, три, четыре, пять. Минимум пять платформ сейчас было прямо. Это, я не знаю, это шок просто какой-то. Это, как вообще такое может быть? Вообще интересно, какой тут процент ребят, которые проходят вообще все вот это вот. И знаете, мне стало настолько интересно, что я открыла список игроков. И смотрите, Танечка, 256 побед, наличных 271 тысяча. Это, как вообще можно 256 раз пройти эту игру, когда 99% не пройдет? Боже мой. А тем временем нам осталось совсем чуть-чуть до финиша. И, насколько я знаю... А, вот, кстати, Танечка, вот, смотрите, вот, вот это она. Смотрите, она придерживается тактики стоять позади. Вы знаете, прямо сейчас ребята идут охотнее, потому что хочется каждому заработать денежку и выиграть именно ему первому. Поэтому, ребят, три, три платформы осталось, господи. Капец, ребят. Что, правда? О, боже мой, все дошли. Я думала, не дойдут. Ну, мы... Господи, я даже слова потеряла. Дойдет только один. Боже мой, ребят, ребят, вы только гляньте. Капец. И это сделал кто-то просто один. Сразу три платформы прыгнул. Боже мой, сколько нас много. Это капец. Так, а эта дверь, как я понимаю, уводит нас назад. Ну, что, ребят, пока не буду уходить. Останусь здесь. О, тут еще кто-то прошел. Так что, можно сказать, я вас поздравляю с моим прохождением. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Ребят, я, короче, решила еще раз попробовать забрать деньги. Ну, естественно, я понимаю, что может быть такое, что мне их отдадут. Но на самом деле нет. Смотрите, что мне написали. Прекратите жульничать. Господи, как неловко. Это какой-то кошмар. Так что, я пошла. Пока.